Приложение WhatsApp прочно вошло в нашу жизнь, ровно как и вторая работа для артистов театра оперы и балета в Алма-Аты. Скандал с зарплатами продолжается. А что сегодня стало известно нашим корреспондентам, об этом и не только. Корреспонденты Информбюро, добрый вечер. Студия Аскар Медебаев и мой коллега Ирханат Куджаса. Рахмед Аскар, кейшар кумбат тубурмин. И смотрите сегодня. Наказание для пострадавшей. Жертву группового изнасилования судили на 5 лет. Кто надругался над 28-летней девушкой? И почему потом она поменяла показания? Как вышло, что закон оказался против пострадавшей? И почему отбывать срок ей придется с опозданием? Министр Валматы, о чем монополистов предупредил Тимур Сулейменов. На повестке тарифы на комуслуги. Тарифы на воду и водоотведения в Валматы одни из самых низких. Так чего ждать жителям мегаполиса добрых вестей или не очень? Бои в белых халатах. Кто зачинил драку? Мое личное пока мнение, что вина – это государственная служащая. Почему глава здравоохранения Павлодара отзывается положительно только об одном участнике конфликта? И какую роль в этой скандальной истории сыграла вахтерша? Кто украл полотна? Уникальная художница Майя Тимеева рисует ногами. Чем закончилась для нее выставка в Астане? В пределах, может, 15-17 работ осталось там. Кто был организатором мероприятия? И почему автору, преодолевшему ДЦП, так сложно вернуть собственные творения? В Актубе жертву группового изнасилования осудили на 5 лет. Задачу ложных показаний. Такой срок 28-летней женщине, матери 9-летнего сына, дали за то, что она пыталась оправдать своих насильников. Суд, учитывая, что полковник Ченко имеет наождевение малолетнего сына, на основании статьи 74 Уголовного кодекса отсрочил отбывание наказания в части лишения свободы сроком на 3 года. О изнасиловании произошло 2 года назад на берегу реки Елек. О нем заявила сама потерпевшая после того, как ее полураздетую подобрали случайные люди. Суд признал троих мужчин виновными в совершении тяжкого преступления и приговорил к 6, 7 и 8 годам лишения свободы. Однако спустя время пострадавшая заявила, что оговорила их. Она уверяла, что пошла на сексуальный контакт с мужчинами по собственному желанию. О заявлении якобы написала, потому что один из засужденных избил ее. Но в этот раз суд женщине не поверил. Задачу заведомо ложных показаний ее приговорили к реальному сроку. Продолжение получила история с дракой двух врачей в Павлодаре. Руководитель управления здравоохранения рассказал, что стало причиной конфликта между его подчиненным Нариманом Шеймардановым и главврачом городской больницы Марленом Ахметовым. Напомню, во время аппаратного совещания один другому дал в лицо, второй ответил ударом по голове. Причина случившегося накануне Шеймарданов был в третьей городской больнице. И он со слов, как мы выяснили при опросе свидетелей, грубо вел с обслуживающим персоналом. В ответ на то замечание, которое было сделано вахтером. Но я считаю, что недопустимый проступок государственного служащего. И личное мое мнение, конечно, он не должен работать в государственном органе. Специалист управления здравоохранения пришел в больницу, которой заведует Марлен Ахметов по личному делу 10 ноября в субботу. Вахтер отказалась его впускать, руководствуясь внутренними правилами. Главврача в этот момент в медучреждении не было. Уже в среду, 14 ноября, сразу после аппаратного совещания, между Нариманом Шеймардановым и Марленом Ахметовым по этому поводу разгорелся конфликт. Врачи подрались в комнате для селекторной связи. После чего обоих госпитализировали. Управление создали независимую комиссию. Ее члены выясняют, насколько корректно коллеги поставили им диагнозы. Известно, что Марлену Ахметову потребовалась экстренная операция. Осколок стекла от разбитых в ходе драки очков повредил ему глазное яблоко. А вот сотрясение мозга Наримана Шеймарданова вызывает вопросы, рассказали в управлении. А в Министерстве культуры и спорта ответили на претензии о маленькой зарплате артистов театра оперы и балета имени Абая. Чиновники пообещали надбавку, но позже. Тем временем артисты утверждают, что ждать больше не могут. Нашему корреспонденту удалось застать их у театра, когда служители мельпомены возвращались со второй работы, чтобы вечером выйти на сцену. Подробности у Ардак Камам. Представители Министерства культуры и спорта собрали пресс-конференцию, чтобы сказать. Вопрос зарплаты артистов готов под контролем. Чтобы решить это на официальном уровне, нужны изменения в закон о культуре. Шаги предпринимаются, заверили чиновники. Я надеюсь, где-то до марта месяца мы сможем проработать, пройти все стадии. Вы знаете, что после того, как мы с предложением выходим в правительство, мы должны еще пройти мажориз, должны пройти сенат. И в конце концов, после одобрения в правительстве, это уже изменения, ложатся на стол главы государства. Работа в других сферах, я уже не говорю о том, непосредственно по своей специальности, педагогической деятельности, это только обогащает тебя в основной специальности. Десятки артистов хора и балета только пришли со вторых работ, чтобы выступить вечером на спектакле. Подработка, по словам людей искусства, необходима им не для обогащения, а для выживания. Чаша терпения переполнилась, и они вновь просят помощи у президента и предлагают различные выходы из ситуации. Мы проводим четыре спектакля в неделю, и заполняемость зала на спектаклях практически полная всегда. То есть балеты практически всегда стопроцентное заполнение зала. Пока все это будет решаться, может быть, театр сможет из собственных средств какие-то давать персональные надбавки, как, допустим, оркестр Курман-Газы. Я окончил кляш-баситовскую музыкальную школу в 12 лет. Также консерваторию Курман-Газы закончил, четыре курса, получаю 47 тысяч. Оказывается, раньше было гораздо больше энтузиазма, нет такого желания. Хотя я понимаю, что это театр великий и так далее, но зарплата не соответствует тому, что мы делаем. Я подрабатываю дворником, я еще инвалид. Мне приходится снег убирать, и еще, когда мне так тяжело, мы двите на палках придется мне доходить. Но мне сейчас через силу воли, я не хочу, чтобы все узнавали в этом, я выхожу на спектакль и пою. По словам артистов, руководство театра больше не хочет слушать жалобы на зарплату. И так же, как в Минкультуре, успокаивает фразы, что подрабатывать это нормально. Служителям Мельпомены с этим категорически не согласны. Они требуют повышения зарплаты в два раза, иначе грозят массовыми увольнениями. Ардак Камал, Зарина Беремкул, Сергей Шуйский, Информбюро Алматы. Министр национальной экономики Тимур Сулейменов приехал в Алматы разобраться в ситуации с тарифами. После поручения главы государства в ряде регионов были снижены ставки. Но, как ни странно, Тимур Сулейменов поддержал алматинских монополистов. Он считает, что нельзя игнорировать их потребности, но и к повышению тарифов надо относиться взвешенно. На заседании общественной приемной в Алматы-СУ ему пожаловались на то, что тарифы за водоснабжение не повышались пять лет. ГКП Алматы-СУ обращалось с инициативой о повышении тарифов в декабре 2017 года, затем в январе и в марте текущего года с повышением по водоснабжению на 24% и по водоотведению на 43%. По всем заявкам департаментам проведен глубокий анализ и выявлены внутренние резервы предприятия. В связи с чем, по всем заявкам департамент не поддержал повышение тарифов на услуги монополиста. Министр нациоэкономики Тимур Сулейменов ответил, что сдерживание тарифов может привести к снижению качества услуг. Он призвал соблюдать баланс. Значит ли это, что расценки могут вырасти, пока неизвестно. Если не обновить, не будет ли проблем с водоснабжением, не будет ли проблем с водоочисткой, не будет ли ржавой воды, еще других болезней. Поэтому я призываю к тому, чтобы взвешенно подходить и не загнать обратно в ту ситуацию, когда износ основных фондов... Сейчас мы обеспечили, что износ основных фондов у нас снижается. То есть у нас динамика положительная по всем сферам. А до 2015 года она была отрицательной. То есть с каждым годом износ нарастал. В Каргандинской области хозяйку дома пытаются через суд заставить вступить в право собственности. После наводнения 2015 года дом Веры Дунец отстроили заново. С тех пор прошло уже три года, а женщина отказывается принимать работу. Почему? Знает Людмила Батюшкина. Все у меня было. Вера Дунец показывает фото своего прежнего дома, в котором прожила 25 лет. На его месте после наводнения построили новый. Выглядит он хорошо, но жить в нем нельзя, говорит пенсионерка. Силляции нет, канализации нет, отопления не проверял никто. Ничего нет. Так никто не строит. Даже плохие работники строительства так не построят. Скважины строители закрыли фундаментом, поэтому воду в дом тоже не провели. Крыша не выдержала первого же урагана, говорит Вера Николаевна. Три года она вынуждена жить у дочери в Саране. По ее словам, во время стройки ее к дому не подпускали. Мы пытались как-то фиксировать, но нам сказали, что это не имеет оснований, потому что мы не имеем строительного образования. Дом Веры Дунец построили всего за два месяца и сдали в конце ноября. В 2015 году в поселке строили 10 разрушенных домов. Все остальные хозяева подписали документы. Теперь жалеют об этом. А лестница? Я говорю, я вот сейчас лестница. Подкапливаю пенсию, покупаю. Но в первую очередь купили котел, потому что не было тепла. Купили батареи, купили котел, купили двери. Как только ветер, у меня крыша ходит ходуном, и я боюсь, что ее снесет. Дом три года стоит нежилым и никем не охраняется. Мало того, что потихоньку ветшает, еще и подвергается мародеж, что сегодня здесь оказалось открыто окно. Что там сейчас внутри, неизвестно. В отделе строительства Шахтинска пытались через суд заставить хозяйку оформить дом на себя, но в итоге проиграли. А если вам не нужно ничего доказывать, если уже фактически дома, зачем тогда вы возитесь с этим домом? Ну, они не заселяются. Ну, это же их проблемы. Ну, нам обиды же, понимаете. За него есть такое понятие, три года, гарантийный срок. История с Верой Дунец – головная боль для Акимата Шахтинска. Устранить нарушения он не может. Счета застройщика арестованы из-за других судебных тяжб. До и 25 ноября гарантийный срок на дом заканчивается. Все неровно, все криво. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, Информбюро, Каргандинская область. Визитную карточку украинской столицы, Андреевскую церковь, забросали коктейлями Молотова. Бутылки с зажигательной смесью обнаружили накануне. В Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата обвинили в случившемся приспешников Москвы. Неизвестные забросали коктейлями Молотова Андреевскую церковь в Киеве и напали на священника. Ущерба храму не нанесли. Охрана попыталась остановить нападавших, но те распылили слезы, точивый газ и скрылись. Полиции начали расследование. В Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата обвинили в случившемся приспешников Москвы, но доказательств не предоставили. В последние месяцы Русская Православная Церковь, к пастве которой относилась большая часть украинцев, переживает раскол. Вселенский Патриархат объявил о том, что признает независимость УПЦ. Москва разорвала евхаристическое общение с Константинополем. По решению Верховной Рады Андреевская Церковь была передана Вселенскому Патриархату. После предварительного анализа записей камер видеонаблюдения мы можем утверждать, что нападавших было четверо. Полиция продолжает изучать видео, чтобы идентифицировать этих людей. США вели санкции за убийство журналиста Хашоги. 17 поданных Саудовской Аравии, включая генконсула в Стамбуле Мухаммеда Аль-Отайби, попали под американские ограничения. Минфин США пошел на это из-за убийства журналиста Джамаля Хашоги на территории Саудовского генерального консульства в Турции. Под американские санкции также попал экс-советник наследного принца Саудовской Аравии Сауд Аль-Кахтани. Глава Минфина США Стивен Мнучин пояснил, что санкции введены против тех, кто лично причастен к убийству обозревателя и колумниста The Washington Post. Американская сторона замораживает активы этих физических лиц. Напомню, Хашоги исчез 2 октября. Он пришел в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. 19 октября Эр-Рияд признал, что журналист был там убит. Прокуратура королевства выдвинула обвинение 11 подозреваемым. Пятерых обвиняемых она просит приговорить к смертной казни. Они вывезли останки Хашоги из консульства. Кронпринц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль-Сауд заявил о своей непричастности к убийству корреспондента. Он уверяет, что не был осведомлен об операции саудовских спецслужб в отношении Хашоги. Уникальная художница из Кустаная 2 года не может вернуть 17 работ. Полотна она выставила на аукционе, организованном Ассамблеей народа Казахстана в честь 25-летия независимости страны. Молодая женщина с диагнозом ДЦП пишет произведения искусства ногами. Обращения к организаторам выставки не увенчались успехом, поэтому люди обратились за помощью к нашим корреспондентам. Кисть, краски и полотно – это не только выражение собственных мыслей и реализация творческого таланта. Для 35-летней Майи Демеевой с ДЦП – это вся жизнь. Эти картины пропитаны любовью и немыслимым старанием. Девушка с добрым сердцем пишет свои работы ногами. Таким образом, Майя пытается изменить, если не весь мир, то хотя бы ближайшее окружение. Но реальность сурова и работы в большей степени остаются без внимания. Единственный шанс заявить о себе – участие на выставках. В Ассамблее народов Казахстана, вот там они проводили эту выставку, и продали картину, может, 6, 7, 8. Я сейчас даже не могу сказать, какие именно продали, потому что эти картины остались, и в пределах, может, 15-17 работ осталось там. Работы Майи действительно попали на выставку «Акцион к 25-летию независимости страны» в декабре 2016 года. Организаторы даже перечислили женщине около 300 тысяч тенге за проданные полотна. Но после закрытия вернисажа оставшиеся картины будто исчезли. Представитель семьи Демеевых уверяет, что не может их вернуть уже два года. Я обращалась в Ассамблею народов Казахстана, я как бы неоднократно писала, звонила, но вопрос остается в воздухе, и никто ничего мне не говорит, то есть как бы все молчат. И поэтому в то же время и Майя спрашивает, где же ее картины. Поэтому мне пришлось обратиться на телевидение, потому что на мои вопросы никто не дает ответа. Мы обратились за комментариями в Ассамблею народа Казахстана. Там картины нашли буквально за час. Эти картины еще у нас никто не покупал. Они у нас находятся в фонде Ассамблеи народа Казахстана. Получается, что с закрытием выставки о картинах Майи Демеевой просто забыли. Уникальные работы пылятся в офисе фонда. За два года их смогли увидеть разве что сотрудники. Илья Рыбин, Нина Шапо, Дидар Елеев, Алексей Краснов. Информбюро. Астана. В Астане уже пятые сутки ищут сотрудника военной полиции Бауржана Абышева. Мужчина вышел из дома в воскресенье вечером и пропал. Бауржану 30 лет. Он служит воинской части, командиром отделения. Последний раз мужчина выходил на связь с женой в воскресенье в восемь вечера. Он предупредил, что задержится. Родные военного начали поиски в понедельник утром. Идут следственные мероприятия, но до сих пор ни одной зацепки. Люди, если вы видели моего супруга Абышева Бауржана, дайте знать. Позвоните ко мне, позвоните на 102. Он может быть везде. Думаю, его ждет сыночек, постоянно плачет. Не можем его найти. Скоро казахстанцам не нужно будет идти в банк, чтобы одобрили кредит. Оформить ипотечный заем можно будет, не выходя из дома. Ипотечная организация Баспана вместе с Национальным банком разрабатывают проект предквалификация, который сэкономит время потребителям и деньги банкам. О показателях и планах государственной программы 7-20-25 сегодня говорили на Конгрессе финансистов. 7-20-25 станет еще ближе. Ведь казахстанцы смогут оформлять ипотечный кредит онлайн. Идти в банк с кучей документов больше не придется. Проект предквалификация позволит подавать заявки и получать одобрение на заем дистанционно. Его запускает совместно с Государственным кредитным бюро. Есть вся информация о займах потребителя. Ноу-хау планируют запустить уже в новом году. После одобрения банка вы уже идете, выбираете ту недвижимость, которая вам подходит, жилье. После этого с этим документом на жилье приходите в банк. И банк уже вас не требует какие-то документы на одобрение, а только идет оформление кредитного договора и оформление договора купли-продажи вашего недвижимости. На панельной сессии Конгресса финансистов тема ипотечного кредитования 7-20-25 вызвала особый интерес. Ведь всего за пару месяцев подано заявок на ипотеку на сумму свыше 50 миллиардов тенге. Одобрено более чем на 35 миллиардов. Впрочем, если государство делает всевозможное, чтобы облегчить долговую нагрузку на граждан, то некоторые застройщики пользуются спросом. В Астане, например, по одному из комплексов мы видели, что средняя цена реализации была в начале программы 316 тысяч тенге. На ноябрь на текущую стоимость по данному комплексу уже 367 тысяч тенге. Почему? Потому что достаточно высокий спрос и ограниченное предложение. Если обратиться к цифрам, то получается интересная картина. Так, по данным активного банка участника, из всех выданных кредитов 2 трети приходится на Астану и Алматы. Еще 15,5% на западный регион и по 2% на остальные. Но, как правило, не всем одобряют ипотеку. Например, если 60% отказов связано с плохой кредитной историей, то почти все остальные 39% из-за малых доходов. Поэтому о кредитной истории нужно заботиться с самого начала. Про срочки или неплатежи мог дорого обойтись в будущем. Но участники Конгресса в очередной раз напомнили про уникальность программы 7-20-25. Теперь к этому проекту более активно и добросовестно стоит подключиться и застройщикам. И не забывать про социальную ответственность. Нургали Карабаев, Ренат Абулхаиров, Информбюро, Алматы. Купите лифт. Настоящий скандал раздразился вокруг нового подъемника. В Кустанае жильцы многоэтажного дома отказываются покупать новый лифт. За 9 миллионов тенге. Они считают, что срок эксплуатации старого подъемника еще не закончился. Но в КСК утверждают обратное. Вот уже две недели жители верхних этажей буквально взбираются в свои квартиры. ПКСК расторг договор с обслуживающей компанией. И теперь, чтобы заключить его с новой фирмой, жильцам нужно провести экспертизу подъемника. А это 50 тысяч с подъезда. А пока собирали деньги, стало известно, что после экспертизы лифт могут вовсе списать. И придется покупать новый. За свой счет. Сейчас повесили все на нас. На жильцов, на собственников. Вы собственники, вы отвечаете. Но не можем опотянуть такое. Вот я сейчас не завидую тем, кто берет новые дома и ипотеку. Вот они на 15 лет выплатят. А через 15 лет у них лифт сломается. Они будут потом за лифт. У меня муж сейчас больной. Колясочник. В данный момент в больницу физически мы не можем его спустить. Всего в доме 8 лифтов. В 2007 году жильцы уже собирали немалую сумму, чтобы подъемники заработали. Так как почти 10 лет с конца 90-х они не функционировали. В Акимате же людям пояснили, что помочь ничем не могут. Если подъемники не пройдут экспертизу, приобретать их придется за счет собственников. Вообще, законом определено, что общие расходы на содержание имущества общего несут сами собственники. В КСК же, в свою очередь, обслуживающая организация, она несет время только обслуживания. Все бы ничего, только подавляющее число жильцов, пенсионеры и малоимущие. Иной раз и по тысяче тенге непросто собрать. К примеру, в подъезде 28 квартир. А стоимость одного лифта около 9 миллионов. Если разделить эту сумму на всех жильцов, то выйдет 321 428 тенге. А с привлечением заемных средств подъемники обойдутся одной семье по 2700 тенге в месяц на 10 лет. В сентябре этого года в правительстве презентовали законопроект о финансировании лифтов из местных бюджетов. Так как с каждым годом неисправные подъемники уносят все больше жизни. Акиматы напрямую смогут финансировать из бюджета. А потом, в течение нескольких десятков лет, собственники будут выплачивать эти деньги из своего кошелька. Нина Шапо, Алексей Краснов, Информбюро, Костанай. Образование, трудоустройство и другие злободневные проблемы молодежи обсудили на форуме молодых лидеров в Астане. Как они решаются сейчас и какой конкурс анонсировали на этом мероприятии, расскажут мои коллеги. Форум молодых лидеров – это одна из основных площадок для диалога молодежи с государственными органами. Вопросов у студентов достаточно – качественное образование, жилье, трудоустройство и социальные лифты. Ответить на них пришли представители Акимата, Министерство общественного развития и депутаты. Основная их задача сегодня – рассказать, какие государственные программы могут решить эти проблемы. Кроме того, в рамках форума анонсировали новый фотоконкурс Ельбасы Жанимен. Президент очень большое внимание выделяет молодежи. У нас есть истории, когда многие молодежи фотографируются, рядом стоят, презентовывают президенту свои проекты. Наша задача – чтобы каждый показал эту историю, поделился своей историей и как-то на него повлияло эта ситуация. Правила конкурса следующие – разместить фотографию с президентом в инстаграм с хэштегом Ельбасы Жанимен, подписаться на страницы Министерства общественного развития и Управления по делам общественного развития Астаны и отметить их профили. Победителям обещают цены и призы. Обладатель первое место получит iPhone X. На этом форуме запустили конкурс, где я обязательно буду участвовать с этим конкурсом, потому что нужно будет выложить фото с Ельбаса. Я всегда хвастаюсь, теперь я похвастаюсь, эта фотография официально, вот она у меня есть. Думаю, обязательно я буду победителем. Конкурс продлится до конца этого месяца. Участвовать в нем может любой студент или активист молодежных организаций. Лучшие снимки будут представлены на фото-выставке, а победителем станет тот, кому удастся собрать наибольшее количество лайков. Зарина Беремкул, Нуркенток Мурзин, Информбюро, Астана.